Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Итоги недели с Евгением Йениным. Добрый вечер, меня зовут Евгений Йенин. Это программа «Итоги недели» на радио Комсомольская правда. Да давайте поговорим о том, что на этой неделе было и о том, что потом, может быть, будет. Екатеринбург засыпало снегом. Дороги и тротуары за каникулы толком не расчистили. Почему? Спросим у главного по уборке города. В поезде, проезжавшем через Екатеринбург, умер ребенок. Говорят, от коронавируса, насколько опасна эта инфекция, про которую мы вроде бы уже забыли. В Екатеринбурге из-за аварии на котельной несколько десятков домов остались без отопления. Что там сейчас происходит? И половина жителей Свердловской области поменяли место работы в 2023 году. Что происходит на рынке труда? И мой первый гость, Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга. Здравствуйте. Добрый день. Что у нас со снегом и с уборкой в этом году и в эти каникулы? И я хочу первое, что спросить, а сколько снега выпало? Потому что, на мой взгляд, в разы больше, чем в прошлом году. Ну, не в разы, но действительно больше. Если за весь сезон прошлого года выпало 110 миллиметров в водяном столбе, а в этом году, в этом сезоне выпало уже 148,8, практически 150. То есть, мы уже годовые нормы. А еще два месяца зимы впереди, да? Ну, даже три, наверное, потому что и в марте, и даже в апреле еще может быть снег. Поэтому, действительно, в этом году такие аномальные осадки. Даже если сравнивать, то был год, по-моему, 2014, и там порядка 170 миллиметров выпало. Но это по совокупности до мая месяца выпадало. А здесь вот буквально половина годовой нормы выпала с 26 числа по 8 января. Поэтому, действительно, достаточно тяжело было работать. Все выходные этим занимались. Ну, по крайней мере, обеспечили то, что город не встал. Сейчас убираем накат с проезжих частей. Ну, и, соответственно, активно занимаемся вывозом снега. Вчера как раз был объезд, и договорились с каждым дорожно-эксплуатационным управлением, что где-то по 2 тысячи тонн каждый район будет вывозить снега ежедневно. Ну, возить надо сейчас и возить. Что мэр говорил вчера на объезде? Ну, конечно, были замечания определенные. Были определенные поручения, связанные с установкой дорожных знаков. То есть, были приняты решения на ряде улиц, если люди не понимают, что машины ставить-то не надо, что это мешает уборке, что это... Ну, сами не понимают, если знака нет, и можно ставить. Ну, значит, будем ужесточать, ставить знаки стационарные и больше не допускать... Насколько вот эти машины, стоящие в обочине, мешают уборке? Очень сильно мешают. Причем даже те машины, которые, допустим, на ночь ставятся, а есть ведь фуры, которые, скажем, на улице Победы, на других улицах, просто брошены, они стоят и, соответственно, заметены уже в сугроб. Грейдеры и уборочная техника объезжают. И, конечно, это мешает работать очень сильно. Можете ли вы их эвакуировать? Ну, там, где... Ну, по крайней мере, не фуры, конечно же, которые не поднять. Ну, и на фуры, наверное, тоже можно какую-то найти... Другую фуру. Другую, да, технику. Ну, это достаточно проблематично. Эвакуировать там, где машина стоит не под знаком, ее эвакуировать нельзя. А там либо устанавливаем временные знаки, определенную процедуру соблюдаем, потом ввозим. Либо сейчас вот будем стационарные знаки ставить, ну, видимо, там четные, нечетные, чтобы можно было уборкой... Ну, то есть, мест, где парковаться можно, в городе станет... Меньше. Меньше, и в этом виноваты водители, которые не понимают, что нужно убирать вовремя все. Да, все правильно. При этом Алексей Орлов, если я правильно все понял и прочитал, он сказал, что только треть техники выходила в каникулы на уборку. Нет, не совсем так. Речь идет о привлеченной технике. То есть, та техника, которая есть в собственности самого города Екатеринбурга, выходила в полном объеме. То есть, но когда вот залповые снегопады, когда вывоз снега, мы просто привлекаем со сторонних организаций по муниципальным контрактам техникой. И ряд организаций, ну, действительно, на 30% выполняли свои обязательства. То есть, кто-то 90%. То есть, они должны были, но не смогли почему? Не смогли, да. То есть, вчера как раз их собирали, обсуждали все вопросы. Ну, там действительно есть субъективные и объективные факторы, что водительского состава не хватает. То есть, конечно, люди сами заинтересованы максимально нам эту технику дать, поскольку это же их заработки, техника не должна простаивать. Поэтому ряд решений мы там, в том числе и по новым договорам, сейчас приняли и обещали к 15 числу до 100-110% нарастить выход техники. Поэтому я думаю, что все у нас получится. В принципе, по вашей оценке, мы не справились с уборкой вот в эти предновогодние, посленовогодние дни, когда шел сильный снег? С другой стороны, были каникулы и было по свободе на дорогах. Я считаю, что в принципе мы коллапс... Я сейчас объясню. Потому что вот на мой взгляд было убрано хуже, чем в прошлом году, потому что колейность была, потому что были сужения, и они остаются где-то. Но при этом понятно, что мы должны это соизмерять с количеством снега, который выпал. Ну, да, действительно, может быть, в неудовлетворительном состоянии где-то еще дороги определенные находятся, и накат есть, и все остальное. Но учитывая те погодные условия, то количество осадков, которое выпало, плюс постоянно стоят отрицательные, сильно отрицательные температуры. То есть, сегодня минус 27 по ряду районов города, там, из-за 30 было градусов. Противогололедный материал не работает. То есть, вот в связи со всеми совокупностью факторов погодных условий, я считаю, что мы сработали удовлетворительно. Но, конечно, надо сейчас дорабатывать, и еще раз повторяю, возить снег, возить. Ну, я вот ехал на работу, я видел машины со снегом, которые едут в пробках, стоят вместе с нами. Ну, просто сейчас такой объем снега лежит вот у обочин, собран у нас около бордюра, что машина 30-тонная, снегопогрузчик загружает за 2,6 минуты. Ого, как вы хронометрируете. Но план, просто уточнить, план вывести в то, что сгребено, сгребено, правильно сказал? Ну, в общем, в то, что сдвинуто к обочинам, вот снег, план вывести есть? Да, конечно, особенно на магистральных улицах. Ну, начинаем, как обычно, как всегда говорим, там, где ходит общественный транспорт, там, где вот улицы магистральные, вне категорийные, первые категории, а потом потихонечку дойдем и до всех остальных улиц. То, что ты наблюдал на магистральной для меня улице Белинского, по которой я езжу домой на работу в каникулы, там только в последний день каникул стали вывозить снег от обочин. Вот это как можно объяснить? Она же магистральная. Ну, значит, если Белинского смотреть, он три района. У нас по улице Белинского, Чекаловский, работают Октябрьский и Ленинский. Ну, видимо, какие-то другие приоритеты были на соответствующих участках у соответствующих районных администраций. Все равно, все это будет сделано. Что касается улицы Белинского, то до конца недели все, она должна быть полностью вычищена. То, что происходит в проездах междомовых во дворах, это, еще раз напомнить, не ваша ответственность? Не везде. То есть, ряд этих проездов действительно у нас на обслуживании, мы их убираем, там, где социальные учреждения, там, школы, внутридворовые такие. А вообще-то, да, это управляющая компания. То есть, если у нас засыпан двор, машинам негде парковаться, это нужно трясти управляшку, чтобы она там убиралась? Или самим брать лопату? Ну, вот, тоже как раз вчера на объезде, например, управляющая компания почистила снег у себя во дворе и вытолкнула все на проезжую часть. А, такое я тоже видел. Да, и за это мы тоже будем наказывать, однозначно, совершенно. А каким образом управляющие компании могут вывозить снег, или они должны их на газоны сваливать как-то? Пожалуйста, есть снежные полигоны, глава Екатеринбурга вчера озвучил, что мы готовы бесплатно до конца января снег на два полигона принимать. А, то есть, бесплатно от организации каких-то, ну, третьих, что называется? Управляющие компании, да, сейчас готовим постановление, ну, правовой статус этот зафиксируем, и все. Я думаю, что до 31 января будем бесплатно принимать снег. Что нам говорят сводки погоды? Ну, я подозреваю, что они у вас есть более точные, чем у нас, гражданских, что называется, лиц. Ждут ли нас еще сильные снегопады в ближайшее время? Ну, пока, по прогнозу, сильных снегопадов нет в ближайшие 10 дней. В ближайшие 2-3 дня будет опять минус 27, минус 28 ночью. Ну, и потом со вторника на следующей неделе будет небольшое потепление, там, ну, будет минус 5, минус 7. Тогда уже активнее будем променять противогололедный материал, он начинает работать, и, соответственно, будет проще нам. И механизмы лучше работают, и выход техники более будет стопроцентный. В роли ведущего погоды был Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга. Спасибо большое. Сразу после рекламы поговорим о том, что в поезде, проезжавшем через Екатеринбург, умер ребенок, есть подозрения на коронавирус, поговорим о том, что это было. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». И у меня на связи Александр Соловьев, ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации «Медлабэксперт». Здравствуйте. Плохая новость. Умерла девочка маленькая двухмесячная в поезде «Москва-Чита» при подъезде к Екатеринбургу. 9 машин скорой помощи приезжали на вокзал. И есть подозрения, что это был коронавирус. Есть ли какая-то информация об этом? У меня информация есть о том, что были проведены обследования мамы с детьми и был выявлен все-таки грипп группы А. И, соответственно, речь идет о возможной связи, в первую очередь, все-таки с гриппом, не с коронавирусом. Но понятно, что конечное всегда в данном случае решение, оно за патологоанатомами, которые определяют истинную причину гибели. То есть пока это до конца неизвестно, насколько коронавирус продолжает оставаться опасным, скажем так? Коронавирус сейчас в мире вызывает фактически вторую по мощности инфицирования населения волну за все время пандемии. То есть сейчас приходит и распространяется в разные страны вариант Пирола и ГН1. Он достаточно агрессивен с точки зрения быстроты передачи от человеку к человеку и инфицирует огромное количество людей. И, соответственно, эксперты заявляют о том, что по уровню инфицированности это вторая по мощности волна в мире. И при этом мы видим, что во всех странах идет рост госпитализации, во всех странах есть рост смертности. Поэтому, конечно же, коронавирус остается опасным вирусом. Во всех это в России тоже? В России тоже. В России не исключение. Единственное, что традиционно каникулы достаточно длинные, разрывают очень сильно взаимосвязи между людьми, рабочими. И это сказывается... Ну и еще и достаточно аномальный морозный у нас период такой. И это тоже способствовало тому, что больше люди провели разобщенно, нежели вместе где-то. И это сказывается, как правило, всегда на снижении заболеваемости. И мы это видим по данным официальным, статистическим, по заболеваемости ОРВИ в целом, и гриппом, и ковидом в частности. Но сейчас будет начало подъема очередного. Нам его не избежать. И вторая половина января, февраль, мы будем достаточно активно болеть. Если это такая опасная инфекция, продолжает оставаться такой опасной инфекцией, почему у нас не ведется вакцинирование от нее? Ну, это очень непростой вопрос, потому что был длительный период вывода вакцины через процедуру одобрения клиническими исследованиями на рынок. Вакцина была подготовлена с разрешениями со всеми к декабрю. И начала производиться, и начались поступления вакцины в регионы. И здесь есть информация о том, что в ряде регионов уже проводится вакцинация обновленной вакциной спутником М. Ну и плюс к этому в доступности есть еще вакцина Convacel, нового типа вакцины, которая тоже по заявлениям производителей эффективна от нынешнего варианта коронавируса. Ну вот ждем в том числе и обновленный спутник. Convacel не слышал. А на чья? Российская вакцина. Это ФМБА, если я не ошибаюсь, выпустила эту вакцину. Еще одна новость, связанная с коронавирусом. Просто комментарий хочется услышать. Есть информация о том, что лекарство от малярии, я даже не буду пытаться воспроизводить его название, оно очень сложное для выговаривания, вызвало десятки тысяч смертей, когда его начали применять, ну, чтобы помочь больным коронавирусом. Ну, это вы цитируете исследования французских ученых, которые провели некоторую статистическую обработку данных причин смертности госпитализированных в стационар из ковидом пациентов в первые два года пандемии. И выявили возможную связь с назначением препарата противомалярийного, который в то время назначался, то есть в тот период времени вообще было очень сложно определиться с тем, какие лекарства будут... Да-да, никто не знал тогда, как это лечить, конечно. Да, и использовались препараты разных направлений действий для лечения пациентов. Ну, то есть есть некоторые такие наблюдения, очень осторожно надо к этой публикации относиться. Главный вывод в ней, конечно же, таков, что нужно с осторожностью всегда использовать препараты, которые не прошли клинические стадии полноценного исследования и в том числе влияния на человека. Но тут очень сложно говорить и комментировать, потому что мир ведь оказался на грани катастрофы, и очень сложно было принимать решения организаторам здравоохранения, как вообще в тот момент помогать людям. И поэтому за каждую соломинку хватались, а сейчас идет процесс оценки действий и их последствий, так скажем. Еще одна новость уже про другую болезнь. Минздрав России закупит для Свердловской области 11 тысяч доз дефицитной вакцины от кори. Она действительно дефицитная? Действительно проблема с этим? Ну, это условный дефицит. То есть он возник в прошлом году. Я до конца даже для себя не смог ответить на вопрос, с чем связан этот дефицит? То ли это отражение общего дефицита, сложившегося с наличием яиц у нас в стране, потому что при производстве этой вакцины используются в том числе яйца тоже. То ли это сложности с распределением мощности производственных с учетом возросшей потребности и в других вакцинах тоже. Но я так понимаю, что эта проблема решается, и вакцины действительно поступают сейчас в регионы. Большая надежда, что не будет повторяться ситуация с дефицитом этих вакцин. И еще одна новость. Геннадий Онищенко, о котором мы любим вспоминать, сказал, что заболеваемость в Екатеринбурге растет за ОРВИ, коронавирусом и гриппом, и это связано с недостаточной вакцинированностью школьников из-за отказа родителей. Как, по-вашему, это действительно так? Ну, вообще ситуация с отказами от вакцинации, она достаточно серьезна в целом и в мире, во многих странах. И в какой-то степени период пандемии даже повлиял на увеличение доли людей, отказывающихся от прививок, по разным причинам. Потому что длительные периоды отводов были в связи с распространением коронавируса. Заболеваемость очень широко распространена и респираторными вирусными инфекциями, что тоже приводит к отсрочке в вакцинациях очень часто у детей. И это, возможно, у какой-то части людей в некоторой степени доверие к вакцинации снизилось. Это ощущается по комментариям у людей. То есть здесь нужна целенаправленная работа профилактическая. Нужно больше разъяснять людям важность и необходимость вакцинации. Но это такая... То есть заявления Онищенко, они, конечно, свидетельствуют о том, что очень важно эту работу проводить. Ну вот мы с вами говорили про то, что плохо вакцинировались от коронавируса, тогда, когда вакцинация была от коронавируса. Но при этом от гриппа-то вроде как нормально. До коронавируса мы останавливали грипп путем массовой вакцинации. Вроде с гриппом-то все нормально у нас в этом деле было. Неужели недоверие к коронавирусу, к вакцине от коронавируса перенеслось на вакцину от гриппа? Ну это в целом ситуация, она здесь как сообщающиеся сосуды. То есть общий уровень недоверия, когда возрастает, то, конечно, он, к сожалению, распространяется на другие виды вакцины. И в обществе начинает эмоциональная оценка происходящего доминировать, и голоса людей, которые активно пропагандируют отказ от вакцинации, они становятся достаточно громкими и явными. И этому нужно противопоставлять разумные разъяснения со стороны здравоохранения, со стороны эпидемиологов. Поэтому, да, к сожалению, такое воздействие есть. Спасибо большое. Александр Соловьев, ведущий эксперт Национальной ассоциации медицинской медлаб-эксперт, был в итогах недели на радио Комсомольская правда. После новостей поговорим о том, что в Екатеринбурге из-за аварии на котельной несколько десятков домов остались без отопления. Итоги недели с Евгением Йениным. Итоги недели на радио Комсомольская правда. У меня в гостях Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга. Здравствуйте. И уже второй зам главы Екатеринбурга в этой программе. Да. С уборкой снега разобрались. Давайте разбираться с аварией, которая произошла. И несколько десятков домов остались без отопления. Что было, как ремонтировали? Ну, да. У нас на котельной по адресу Монтёрская, 3, произошел выход из строя одного из котлов. То есть, два котла у нас работало. Один из котлов – повреждение конвективной части в котле. Понятно, что аварийной ситуации как таковой не возникало. Были понижены параметры подачи теплоносителя. Соответственно, ну, как бы не по нормативу, а чуть-чуть похолоднее. То есть, работали котлы, не работали котлы? Котлы работали. Один котел постоянно работал у нас и не останавливался. То есть, циркуляция была дана, температура. Для необходимой температуры по температуре наружного воздуха необходима, конечно, работа двух котлов. Поэтому устраняли оперативно повреждения на котле. Но, к сожалению, за это время выставала температура теплоносителя. И, конечно, в квартиры к жителям поступало теплоноситель с пониженной температурой. Насколько там было прохладно в квартирах? Было прохладно. Мы вчера замеры проводили. То есть, разные ситуации от 12 до 18 градусов. Ну, 12 – это вообще как-то нехорошо. Да. Тем не менее, понятно, что и жители, у которых квартиры утеплены, нормально там поддерживалось 18. Но, тем не менее, администрации города совместно с владельцем источника ПАУТ и Плюс проведены необходимые регламентные работы. Вчера мы вышли на уже такой, я бы сказал, постоянный режим, довольно-таки стабильный. И температуру теплоносителя повысили. Вчера уже к вечеру все было. И надеюсь, что вот сегодня мы срезку возьмем с управляющих компаний. Срезку? Ну, срезку информации будем. Возьмем. Резать их будете уже. Нет, нет, нет. Возьмем с управляющих компаний. Сегодня утром в 9 часов я общался с двумя крупными управляющими компаниями. Чкаловская и РМП УЖСК. Значит, жалоб на сегодня, на утро, ну, практически нет. За ночь мы попытались прогреть. Мероприятие необходимо провели. Сейчас наблюдаем, смотрим температуру. Где-то точечно, возможно, еще остались проблемы. То есть, дано задание... Подождите, вот там, о той аварии, о которой мы говорили, там второй котел введен уже в строй или нет? Он работал? Нет. А нет, второй котел, конечно, конечно. То есть, он моментально, сработка, как только происходило, что трубки там, порыв трубок, значит, в течение пяти часов аварийные бригады, они работают в круглосуточном режиме, они находились прямо на котельной, руководство находилось прямо на котельной. То есть, в течение пяти часов оно сразу устранялось, сразу запускался котел. То есть, там уже нормально. Со вчерашнего дня мы запустили и, соответственно, выше на температуру свыше 100 градусов подачи. Принято говорить в таких случаях, ну, как в интернетах пишут, вот, с советских времен ничего не ремонтировалось, поэтому там все ломается. Вы знаете, да, то есть, этот теплоисточник перешел к новому владельцу, он буквально в прошлом году, в середине прошлого года, прямо перед отопительным периодом. Наверное, можно сейчас говорить, ну, что там бывший владелец там плохо эксплуатировал, были проблемы, на самом деле там есть над чем поработать. Но наша главная задача сделать так, чтобы было все хорошо, а не вспоминать, почему плохо. Поэтому определенные планы и владелец теплоисточника, и выводы сделали, то есть... Значит, было некое небольшое владельце, а сейчас это ушло Т-плюс. Да, ПАО Т-плюс, да. То есть, там был владелец, да, который обанкротился, который, наверное, и не способен был, наверное, дальше работать на этой котельной. Поэтому сейчас теплоисточник, будем так говорить, у специализированной организации, профессионалов, которые должны привести его в порядок. Владимир Владимирович, а насколько у нас, в принципе, хорошо, скажем так, со всеми этими котлами и котельными, потому что не только в Екатеринбурге аварии с котельными, не только в Екатеринбурге проблемы с этим? Ну, не то, что... Насколько это проверяется, насколько мы можем мониторить ситуацию, что вот этот котел старый, он представляет некую опасность, он может сломаться. Однозначно, проверки проходят, и при подготовке к отопительному сезону все теплоисточники проходят проверки на готовность к работе в отопительном периоде. Проводятся регламентные работы по опрессовкам, по испытаниям котлов, в том числе, ремонтные работы, огромная ремонтная кампания была проведена. И этот даже котел, если говорить про него, тем не менее, декабрьские морозы у нас были гораздо сильнее, чем январские сейчас. В декабре мы прошли на этом котле, и он как бы показал то, что он работоспособен. К сожалению, наверное, все дефекты предусмотреть невозможно. Нет, рано или поздно, что все нормально, конечно же. Да, в любом случае. Поэтому, конечно, все источники мы проверяли сегодня, я собирал еще раз всех владельцев теплоисточников, еще раз проговорили все. Все подтверждают надежность работы, поэтому надеюсь, что мы дальше таких эксцессов, ну, во-первых, оперативно достаточно сработали. Понятно, что жители получили неудобства, но, как мы и обещали, глава города говорил, что мы предприняем все меры, все меры предприняты, и сейчас мы нормализуем. И при наступлении температуры более такой, будем так говорить, ну, минус 10 и более комфортной температуры. Алексей Бубнов, он выступил в роли перед вами, выступил в роли ведущего погоды. Я спросил, ну, потому что у него же информация-то по погоде есть для него, это очень важно. Он рассказал, что будет теплеть. Ну, будет теплеть. Для нас минус 10 это уже тепло, поэтому как бы проведем еще дополнительные регламентные работы в данной котельной, и будет проблему с ними полностью. Есть ли у нас еще проблемные владельцы теплоисточников, потому что вот та котельная, о которой мы говорим, там был проблемный владелец, который ушел в банкротство, который, ну, наверное, у него не хватало денег на нормальное поддержание работы, какой-то регламентный ремонт, который наверняка там должен быть. Ну, я так скажу, у нас, мы всегда приветствуем то, что каждый должен заниматься своим делом, да? Значит, есть специалисты в сфере теплоснабжения, владельцы источников. Да, а у нас есть источники, которые принадлежат какой-то организации, который принадлежит предприятию, и оно занимается при этом теплоснабжением какого-то там, Михаил. Значит, у нас есть такие, у нас, я скажу, что у нас 52 единых теплоснабжающие организации, 116 теплоисточников, то есть, у нас, ну, город, я скажу, уникальный не только в России, а в мире по системе теплоснабжения. Почему? Система теплоснабжения, 116 теплоисточников, это огромное количество, сведенные в том числе 60, где-то процентов 70, сведено в централизованную зону, которая между собой пересекается, есть локальные еще проценты 30. Такого в России-то нет? Нету такого. Это потому, что у нас город промышленный и много таких... И город промышленный строился, как бы, наверное, какими-то этапами определенными, были приняты определенные решения. Я не говорю, что она там сложная и неэффективная, она эффективная система теплоснабжения, и мы добиваемся с каждым годом лучше и лучше. Выводим из эксплуатации неэффективные источники, подключая их к централизованной системе теплоснабжения. У нас до этого существует схема теплоснабжения города Екатеринбурга, утвержденная Министерством энергетики Российской Федерации. Там все пути у нас прописаны, куда мы движемся, и мы движемся в правильном направлении. То есть мы идем к централизации, потому что так проще? Есть локальные зоны, все равно останутся локальные зоны теплоисточники, но мы делаем все для того, чтобы в случае выхода одного или другого там источника была возможность закольцовки и обеспечения теплом всех жителей города. А последнее, что спрошу, каким образом перед началом отопительного сезона проверяется готовность? То есть куда они смотрят, люди проверяющие? Кто приходит, разбирают они этот котел, что они в нем видят? Нет, проводятся испытания, как я уже сказал, и на давление, и на температуру. То есть проводятся испытания в части теплотехнического оборудования. У нас же все готовится, у нас и насосы испытываются, и котлы, и мы же готовим не только теплоснабжающие, а для того, чтобы тепло дать, нужна и вода, и электричество, и газ. То есть проходят опрессовки, проходят испытания на прочность. Ну вот смотри, сравнивая с автомобилем, завели, работает, все нормально, но при этом мы автомобиль загоняем на регламентный какой-то... Совершенно верно. То есть летний период это... И там уже смотрим инструментально, что там... Совершенно верно. Потому что то, что он работает сейчас, не значит, что он будет работать завтра. Да, 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 совершенно верно. То есть технические регламенты есть по всем видам, я так говорю, оборудования, наверное. Технические регламенты выполняются именно в летний период, межотопительный период. Дальше готовность подтверждается паспортом готовности. Значит, а для того, чтобы получить паспорт готовности в 103 приказе Минэнерго, все прописано, все, что должны пройти. Все испытания, значит, когда все пройдены испытания, когда все выдержано, все подготовлено, все регламентные работы выполнены, вот тогда предъявляется источник. Спасибо большое. Владимир Гейко, заместитель главы Екатеринбурга, был в итогах недели на радио «Комсомольская правда». И сразу после рекламы поговорим о том, что половина жителей Свердловской области поменяли место работы в 2023 году. Что происходит? Итоги недели с Евгением Ениным. Итоги недели на радио «Комсомольская правда». Половина жителей Свердловской области поменяли место работы в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса «Хэтхантер». И у меня на связи Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании HR Leaders. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Мне как-то не верится в эту информацию, потому что, ну, что-то, ну, дофига, простите, конечно же. Ну, на самом деле, статистика такая странная вещь, но тенденция действительно такова. Может быть, это не 49%, может, это чуть меньше, может быть, это треть, но, тем не менее, всё равно достаточное количество изменений таких, они действительно произошли. А это всегда так или это какая-то была флюктуация в 2023 году? Нет, это не всегда так. Мы с вами живём в первый раз в таком кадровом дешиците, который с нами случился и который продолжается. В нашей истории это первый раз. Поэтому и то, что сейчас происходит, да, то есть вот эта смена работы, это связано именно с этими течениями. Год был очень турбулентным с точки зрения того, что потребность в персонале росла семимильными шагами, и она тянула за собой рынок заработных плат. Ну, то есть росли заработные платы. Естественным образом, люди, да, у которых потребительская корзина, да, она дорожала тоже, да, инфляция, мы все про это знаем, да, они шли за тем, что где выше заработная плата, туда я и иду. Ну, то есть просто люди искали, искали, где лучше, и у них была возможность найти, где лучше, они уходили. Да, 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 потому что мы живём на рынке соискателей, и этот тренд будет дальше продолжаться. То есть сейчас всё, что будет происходить на рынке труда, у нас диктует соискатель. Если соискатель хочет более высокую заработную плату, значит, рынок будет двигаться в эту сторону. Если соискатель хочет хорошие условия труда, значит, рынок будет двигаться в эту сторону. Вот таким образом у нас будет происходить. Но это же должно упереться в какой-то потолок, потому что не могут бесконечно повышать зарплату предприятия. Конечно, не могут повышать зарплату предприятия. Но ведь зарплата – это не всё. Фонд оплаты труда, он состоит из многих факторов. И фонды оплаты труда, они тоже росли семимильными шагами. Это и вложение в развитие персонала. То есть карьерное развитие его никто не отменял. Профессиональное развитие никто не отменял. Но предприятия начали больше тратить на развитие именно внутренней структуры, на программы благополучия персонала, на медицинские страховки, на внутренних психологов, которые помогают людям справиться с эмоциональными проблемами, которые за последние три года выросли очень сильно. И синдром эмоционального и профессионального выгорания, он очень у всех вырос за последнее время. И здесь плюсом идёт ещё та тенденция, что люди стали менять работу не только из-за зарплаты, а из-за того, что вот в этой профессии я выгорел. Я больше не хочу этим делом заниматься. Я пойду заниматься другим делом, потому что думаю, что там меня вылечат. Слушайте, а чего раньше были рабочие профессии, когда поколениями работали на одном заводе, а сейчас повыгорали всё? Условия были другие. Внешние условия были другие. Во-первых, у нас за последние с вами 20 лет критически увеличился информационный поток, то есть пространство стало на психоэмоциональном уровне гораздо более агрессивным. СМИ, вообще вся мировая ситуация, они не способствуют психическому и психологическому здоровью людей вообще абсолютно. И если раньше люди могли обрабатывать эту информацию, то сейчас это просто перелилось через край. И поэтому профессиональное эмоциональное выгорание на этом уровне возникает. Это первый фактор. Второй фактор – это увеличение интенсивности труда. И этот тренд тоже будет продолжаться и в этом году, и в следующем году, и ещё несколько лет после этого. То есть у нас с вами на рынке труда появились, во-первых, новые работодатели, которые хорошо платят деньги. Мы здесь говорим об СВО, мы здесь говорим о производственных предприятиях, которые включены в эту программу. То есть они начали на себя оттягивать большое количество персоналов. Ну плюс ещё курьеры. Да, а остальные-то потребности, их же тоже должен кто-то обеспечить, я имею в виду другие предприятия. И работы много, людей мало. От этого интенсивность труда растёт. Ну то есть растут трудозатраты, и психоэмоциональные затраты растут в том числе. То есть люди работают в постоянном стрессе. И от этого… А кто им помогает с этим? Ну к большому сожалению, просто пойти в отпуск сейчас уже не хватает никому. Нужны специальные практики, и психологические в том числе, чтобы помогать людям разгружаться. И наших людей, к сожалению, восстанавливать ресурс не учат у нас. И в школах не учат. Какой я? Какая у меня психика? Как восстанавливать свой ресурс? Кому-то на рыбалку достаточно сходить, и у него всё хорошо. Посидеть в уединении на природе и ни с кем разговаривать. А кому-то нужно совершенно другое. Кому-то нужно в группе где-то побыть, послушать что-то интеллектуальное. У всех это по-разному. Но к большому сожалению, уровень осознанности того, а как я восстанавливаюсь, какие инструменты можно для этого использовать, какая технология, к сожалению, у нас даже не то что у детей, у взрослых людей этого нет. Ольга, как происходит процесс перед тока? То есть люди начинают искать объявления, смотреть на том же ХРУ, или предприятия начинают заниматься хантингом, хантят не топ-менеджеров, а хантят слесарей простых? Все факторы. Вот смотрите, первая отправная точка, если мы говорим про сотрудника, это неудовлетворённость каким-то из факторов его трудовой деятельности на сегодняшний день. Это либо заработная плата, либо психологический климат в коллективе, либо условия труда. Возникает неудовлетворённость, и человек дальше идёт на хатхантер условно, то есть на любой девайс, который предлагает работу, и говорит, вот здесь лежит моё резюме, я готов рассматривать предложение. Или он уже уволился, но просто ушёл в никуда. Это другая история. Это когда человек выгорел, и, грубо говоря, идите все нафиг. Я устал, я ухожу. И эта история сейчас очень частая. И вот они вот таким образом выбрасываются на рынок труда. Это с одной стороны, это со стороны сотрудников. А с другой стороны, безусловно, хатханкингом сейчас занимаются все. Абсолютно все, у кого есть объём задач, которые нужно решать. Я имею в виду производственные задачи. Кто хочет зарабатывать деньги, они занимаются этим. То есть они предлагают на рынке труда, и эта конфронтация очень сильна на сегодняшний день, вплоть до того, что службы СБ сейчас очень внимательно за этим следят, отслеживают все эти факторы и выносят это на уровень уже генералитета, генеральных директоров, не тырите у нас персонал. То есть предприятия, которые хотят сохранить сотрудников, должны задуматься о том, чтобы сотрудникам было хорошо? Да, безусловно. А дальше это уже определить. А что такое хорошо для наших сотрудников? Ведь мы говорим о трудовой деятельности. То есть в каких условиях можно получать максимальный результат, в трудовой деятельности? Что нужно конкретно моим людям в моей организации? Я правильно вас понимаю, что деньги это может быть главное, но не всегда? Далеко не всегда. Человек – существо социальное. Он приходит на работу общаться. Поэтому психологический климат в коллективе – это одна из очень важных вещей. А учитывая то, в какой ситуации коммуникации мы живём последние три года с турбулентностью, когда нас уводили в онлайн, потом возвращали в онлайн, потом сейчас мы и создавали угрозу жизни. Вот в этих условиях люди очень истощаются. Когда он находится в синдроме эмоционального и профессионального грани, сначала эмоционального, а потом профессионального, эти стадии друг за другом идут, у него первое, что начинается, у него начинается экономия эмоций. И чем больше таких людей, выгоревших в коллективе, тем хуже ситуация с психологическим климатом в коллективе. И ни за какие деньги люди в этот коллектив работать не пойдут. Последнее, что спрошу, как правильно искать работу сейчас? Как правильно искать работу? Как обычно. Во-первых, нужно сформировать в себе, чего я конкретно хочу, какую работу я хочу получить. Потом идти на те девайсы, где объявления о работе размещаются, и сверять мое внутреннее видение, чего я хочу, и те предложения, которые есть. И ставить галочки, какое предложение вам максимально подходит. Здесь важно отметить, что мы не просто читаем вакансию, а мы ходим на собеседование и слушаем, и смотрим своими глазами, щупаем, пробуем, как это чувствуем, и потом принимаем решение идти на эту работу или не идти. Ну, то есть нужно сопоставить все факторы. Спасибо большое, Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании HR Leader, была на связи. Итоги недели подведены. Хороших выходных вам, насколько это возможно. Итоги недели с Евгением Йениным. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Спасибо.